Активистка Саулесида Ахметова, задержанная у своего дома 10 января, в день парламентских выборов, говорит, что подверглась избиению со стороны полиции. По ее словам, при попытке возразить, полицейский ударил ее по лицу, порвал одежду. Саулесида Ахметова в тот же день отправили под арест на 10 суток. Вышла она из-под стражи вчера. Перед заседанием суда активистка написала заявление об избиении. Но никаких вестей о том, как продвигается это дело, нет. Сотрудник, которого Саулесида Ахметова обвиняет в применении силы, работает в управлении полиции Алматинского района столицы. По словам его коллег, полицейский сейчас в отпуске. Столичный активист Аскар Каирбек, которого отправили под стражу на два месяца, ему вменяет участие в запрещенной организации, заявил об избиении в стенах следственного изолятора. Заведено уголовное дело. Задержанный в преддверии выборов активист из Тараза Ильдос Крыкпаев сообщил, что его при распространении листовок задержали и избили полицейские. Активисты в Казахстане все чаще говорят о применении к ним насилия со стороны полиции. Но их жалобы остаются неуслышанными, говорит правозащитник Бахаджан Туригожина. Она считает, что уровень правовой грамотности сотрудников полиции оставляет желать лучшего. Я помню раньше, когда активистов политических задерживали, полицейские даже боялись к ним притронуться, потому что политические активисты знают свои права. И они старались максимально с политическими активистами соблюдать свои обязанности именно в соответствии с законом. Уже, можно сказать, стало нормой в Министерстве внутренних дел, когда полицейские, к сожалению, не только избивают, но и покрывают правонарушителей. По данным правозащитников, в день парламентских выборов, которые западные наблюдатели охарактеризовали как неконкурентные, задержанием подверглись более 300 человек на месте сорванных протестов или на выходе из дома. Компания преследования активистов началась еще до выборов. Десятки человек были привлечены к уголовной и административной ответственности по различным обвинениям, названным политически мотивированными. Около сотни человек в стране находятся под следствием по подозрению в участии в движениях, которые в Казахстане признали экстремистскими, а в Европарламенте – мирными оппозиционными объединениями.